Ну и перед началом не очень веселого ролика я хочу рассказать о позитивной новости. Сегодня в Народном посольстве Беларуси в Швеции состоялась первая регистрация брака белорусов. Счастья, здоровья и любви. Живе Беларусь! Ну а теперь к менее приятным новостям. Всем привет, друзья! Вы на канале Реальная Беларусь и сегодня мы поговорим о том, как белорусов в ближайшем будущем придется при устройстве на работу университет, школу или садик нести характеристику из местных органов правопорядка, чтобы вас туда приняли. Параллельно проходя собеседование. Специальное собеседование. Все это и многое другое. Прямо сейчас на канале Реальная Беларусь. Лукашисты так и не вернули награбленное в Белгазпромбанке. Картины, деньги, золото и имущество белорусов никто не вернул. Лукашисты и не собирались, скорее всего, это возвращать. Так как лукашисты, бандиты и террористы, то, что я говорю вам каждый день. Важно понимать, что эта незаконная хунта готова грабить каждого, кто попадет к ним в поле зрения. Они, в общем-то, пришли в банк, забрали из банковских ячеек деньги и показывали на АБТ, в общем-то, что это прям бабарика накрал деньги. Ну, представляете, в банке лукашисты нашли деньги. Они, в общем-то, меня давно удивляют. Когда в белорусов находят какие-либо деньги, эти деньги сразу становятся основанием для привлечения их к ответственности. И не важно, что ты заработал эти деньги или нет. У белорусов они точно знают, что денег быть не должно. Они этим как раз-таки 27 лет и занимаются. Поэтому, когда у белоруса оказывается копейка в руках, значит, скорее всего, эти деньги незаконны. Ну, они так думают. Ватники продолжают удивлять белорусский народ и народ, в общем-то, за границей. Вот эта вот ябатька, которую я вам сейчас покажу, возмущается тому, что, в общем-то, люди в Европе продолжают поддерживать белорусский народ. В общем-то, ей так плохо в Европе, что она решила не жить в Белоруссии и России, а уехать в эту самую загнивающую, узкую и плохую Европу и жить там. Но продолжают поддерживать диктатуру. В общем-то, лукашин головного мозга. Примерно так эта болезнь, по-моему, называется. Ректор Академии Управления заявил, что для поступления будет нужна рекомендация от местных органов и специальное собеседование, чтобы отобрать настоящих патриотов. В общем, будут отбирать чистокровных ябатек. Тяжелая задача предстоит отобрать худших из худших. А еще тупых и еще тупее. В общем-то, ябатьки это кто? Это те люди, которые не могут сопоставить 2 плюс 2, либо это дети, родственники силовиков. Кто-нибудь из вас знает хоть одного ябатьку, который так или иначе не связан с силовыми структурами, ну, либо с пропагандистами? Ну, очевидно, нет. Ну, а если такие и есть, то, скорее всего, у них нет образования, и они, в общем-то, не читали ни одной книги за свою жизнь. Вот и получается, что лукашизм головного мозга это, в общем-то, болезнь уже почти медицинская. Ну, а то, что ректорат собирается отбирать чистокровных ябатек для учения в университетах, это говорит только о том, что в следующем году при таком подходе университеты будут просто пустые. На МТЗ ввели масочный режим. Но, как вы понимаете, это не забота о белорусском народе. А это сбор штрафов. И штраф в 810 рублей. Это 30 базовых величин. В общем-то, две зарплаты рабочего МТЗ. Так оно и работает. Домой мы садить людей не будем, пускай работают на предприятиях, но люди на этих самых предприятиях должны работать в масках. А лучше в противогазах. А лучше давайте в кольчугу их оденем, привяжем к станкам, приварим к станкам. Пускай работают. В общем-то, сколько они проработают без еды, воды и нормального отдыха. Ну и ладно, поменяют, потом других возьмут. Это мечта лукашенковских бандитов. Непроработанная система ни в чем. Даже с введением масочного режима не могут проработать, заинтересовать людей. Не могут поработать адекватно. Все на штрафах, все на запретах, все на запугивании. В этой стране работают только запугивания. Они не могут нормально найти подход к белорусскому народу. Эти бандиты не умеют говорить с белорусским народом, потому что осознают, что их власть белорусский народ не признает. Вот, вы посмотрите, ввели масочный режим, а что мы знаем? Только то, что можно получить штраф, не нося эти самые маски. Почему они не расскажут о том, что бушует коронавирусная инфекция, умирают сотни людей в больницах? Почему они занижают статистику смертности? Почему они не показывают реальное количество заболеваний? Почему они постоянно врут и пытаются запугать белорусский народ? Напишите свое мнение в комментариях. Мигранты уже не первый раз пытаются прорваться силовым методом на границе Белоруссии и Польши в сторону Польши. Как обычно, польские власти смогли отбиться и поставить снова на место забор, который те пытались сломать. Ситуация накаляется не просто так. Впереди зима. Ночи холодные. Мигранты реально замерзают. Которых привезли на границу Белоруссии и Польши. А привез, естественно, Лукашенко. Менты, точнее пограничники лукашенковские, обворовывают мигрантов. Я рассказывал об этом в прошлых новостях, что они берут деньги на симки и продукты и просто не возвращаются. Мигранты начинают напрягаться, злиться. Так как ситуация у них безвыходная. Они находятся в чужой стране нелегально. Не могут попасть туда, куда они планировали попасть. А социальная политика в Белоруссии не предусматривает для своих граждан нормального социального пакета. Ну а для мигрантов, как вы понимаете, вообще нет ничего. Поэтому мигранты реально оказались в сложной ситуации. И у них сейчас два варианта. Прорваться через границу или вернуться на улицы минских городов. Как вы понимаете, вернуться не просто так. Что они будут делать? Я пока не знаю. Если вы предполагаете или знаете. Пишите свое мнение в комментариях. Белорусская экономика стоит на коленях. В Беларуси даже нет банально белорусской картошки. Не собрали нормального урожая, хотя по ТВ трубили, извинели о том, что Беларусь чуть ли не первая во всем мире, которая собирает такое количество урожая. Но его нет. Полки белорусских магазинов пустые. Мигранты ломятся. На границу с Польшей, как вы понимаете, в ближайшее время могут оказаться на улицах наших городов. Лукашенко продолжает запугивать белорусский народ, искажать информацию о коронавирусной инфекции и смертей от этой самой инфекции. Наша страна погружается в хаос. Диктатор продолжает врать белорусскому народу и запугивать белорусский народ. Работяг пытаются обложить новыми штрафами, чтобы те не могли банально уволиться, пока не отработают эти штрафы за неношение массы. Проезд дорожает, бензин дорожает, товары дорожают, коммуналка, ЖКХ. Все дорожает. Заработные платы падают. В то время, когда лукашисты рассказывают о том, что экономика растет, в Беларуси почти 400 тысяч белорусов за чертой бедности. И это официальная лукашенковская статистика. Как практика показывает, эту самую статистику можно умножать на 3, а то и на 5. Вот оно и получается, что четверть населения страны за чертой бедности, а экономика растет. Вы держите эту мысль в голове, когда получите заработную плату, что в Беларуси экономика растет, по заявлениям нелегитивной власти. Лукашенко потерял связи со всеми развитыми странами. Диктатор налаживает отношения с странами третьего мира. И убрал безвиз для американских граждан. Как вы понимаете, все это ведет нашу страну в одну большую яму. И нужно признаться откровенно, что нашу страну диктатор все же поставил на колени. Поставил на колени и, скорее всего, выводит свои инвестиции, деньги и золотишко уже за границу. Диктатор пытается совершить конституционный переворот, чтобы с него не смог спросить белорусский народ за все зверство и неграмотное управление нашей с вами страной. Допустим мы это или нет все в наших руках. В наших руках подготовиться к всебелорусской национальной забастовке. Купить гречку и остаться дома. Как говорится, останься дома, спаси страну. Это тоже очень важно. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и пишите несколько комментариев для продвижения этого видео в топ. Распространяйте правдивую информацию. Мы будем продолжать говорить правду. Помните про политических заключенных и родных и близких политических заключенных. Это наши герои. Вы были на канале Реальная Беларусь. И это были реальные, честные и свежие новости от канала Реальная Беларусь. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...